Ну все, это финал, мы врываемся сразу в окончательный, как это, вердикт, не вердикт. Ну все, это мы, полномочия, все. Да, возвращаемся с перерыва, вот, и у нас решающий финальный босс, кто получит полторы тысячи, кто получит 500, в любом случае этих двух игроков уже можно поздравить, они в топ-2 финалисты из такого большого количества участников, вот, это Вальдемар и Слэш, как-то, ну, Вальдемара мы уже видели, да, второй раз сейчас будем видеть, а Слэша видим впервые, и сейчас будет интересно, да, как вот у нас игрок такой мимо нас прошел, да, и такой спойлер, да, у него ранг легенда, что сейчас должно быть неплохой такой уровень игры, в принципе. Ну и что? Ну мы пока ждем, когда ворвемся в игру, вот, это, этот замечательный момент настал, Вальдемар у нас играет на Охотники и Слэш на Маги. Смотрим за ход, ну, в принципе, второй дроп есть, третий дроп есть Уз, если как-то скинуть оружие, и приходит Мана Змей, как они это делают, я не знаю, но это просто волшебство, у этого они же Маги. Ну, да, да, все логично. Смотри по руке у Ханта, Огневичок, второй ход дроп Бабушка, третий дроп Стая, четвертый дроп Старь, потом все это дело приправляем специями из гиены падальщицы. Все хорошо. Во всяком случае, откровенно, провальной руки нету. Не идеальная, но и неплохая. Вот, у Мага, ну, конечно же, пиробласт в руке лежит, который, в общем-то, совсем не нужен. Вальдемар, давай просыпайся маленько. К пеналу-то подустали уже, ребята. Режиссер просит вулкан. Дядя Богдан просит вулкан. А если бы помнить, как это делается. Так, так, так и так. Изи, изи вулкан для режиссера. Запускаем пулкан. Еще бы звук, конечно, ну ладно. Ну, не думаю, что здесь ты через монетку так вот прям агрессивно это все делаешь, да? Ну, бессмысленно, да? Да, торопиться сильно не стоит, надо смотреть по лему. Что лемы вот эти вот 1-2, они как-то больше не для такой давки жесткой. Они просто как вот разбавляют твою кривую ману, чтобы ты всегда по мане все делал. Да. Тем временем, слэш у нас заходит второй монозмей, но играет он у нас Петроглиф. Чероплет, превращение, вулканическое зелье. Либо зелье, либо полиморф, по сути. Выбрал он зелье, как бы тоже хорошо, тоже отлично. Можете аргументировать это? Легко. С ранней гагрессии. Котики, ара, элементальчики, все в кучу, сразу за один ход убивается, отлично. Чем не замечательно? Вот этот вот заспам стола. Плюс какие-то, если спустить собак, которые там будут тоже мешаться, они как бы с одной стороны ничего не влияют. Через монетку бабушка идет. И на третий ход что здесь можешь сделать? Может удалиться, да, сделать. Петроглиф еще один приходит у нас в слэш. Также, кстати, стоит отметить, что через ару чудовище появилось у Вальдемара... Ну смотри, как тебе такой ход опингануть в бабушку, забрать ее через монозмея и поставить еще одного монозмея. Монетки противник лишился, да, что он говорит нам о том, что он не сможет усилить его через псаря. Но опять же, мне кажется, есть и другой здесь ход, это монозмея и Петроглиф. И просто топка по лицу. Ну смотри, если все делать, как ты говорил, да, то тогда на следующий ход достает гиену Вальдемар и убивает своего ару у оставшегося монозмея. Смотри, просто монозмея, пинг в один-один, чтобы не вскрывать вот эту вот бабушку и по лицу идти. Как тебе? Ну так лучше. Сейфовий лучше, сильнее, правильней. И сейчас даже если выходит гиена, если он бабушку вскрывает о какой-то, ну о какого-то из монозмеев, то в принципе это все не фатально и... Спокойно в стае, а идем по лицу, в следующий ход бафаем стаю через псаря и у нас будет целых четыре крысы, но он еще не знает, что их ждет. Вот сожжение на костре. Да, да, да. Слушай, наведи-ка на зелье, как это вообще, анимация какая. Это просто показано, вот этот вот бутыль, да, он такой как бы там, как-то может какая-то взрывная мощь собрана, которая под какими-то цепями, у которых не замок, а какой-то, не знаю, даже какой-то... Камень. Стой такой тогда магический. Прикольно. Да. Ну что ж. Ну что думаешь? Тем временем бабушка пойдет скорее всего в лицо же, вряд ли он ее будет скрывать. Конечно, да. И, ну и все на этом. Скрывать ее самому сейчас, да, как-то дает тебе меньше к липкости стола, вот так вот я бы сказал. Сейчас этот стол липкий тем, что ты забираешь существ, они еще появляются. Да, да. То же самое, как вот концепт зоолоки был, то, что там вот эти вот один-один, всякие вот эти вот существа такие были сильные, те же самые главари бесов, 24 за три маны. Вскрывается она с бабушкой, монозмеем ледяной стаевой добирается волк из нее, и вторым монозмеем будет забирать стаю, по всей видимости. Ну и пинговать. Да, забирает стаю и пингом забирает одну из них. Хорошо сыграно, по-моему, это хорошо сыграно. Ну что ж. Отыграл вокруг псаря. Да, ну псарь как бы и так и так может пойти и забафовать крысу, но это уже не так все страшно. Ну 1-3, размен в 3-1 и 1-3. Да. Все неплохо. Теперь вопрос, что играть? 1-3. Я хочу 1-3 и размен в 3-1. Ты как хочешь. Я не знаю. Ну, можно, конечно же. Можно же. Ну нет, это смысла нет. Но тут других вариантов по факту и нет. Да. Ну что ж, кто выпадет у нас? Какой питомец? Без разницы. Только бы не 4-2, конечно. 4-4. Миша пламенный элементарь. Крыса добирает монозмея пожирнее и передается ход. Монозмея пожирнее. Ну, смотри, удар. Удар, зелье. И можно попробовать в темп поставить слезняка, либо раскопать карту с петроглифа, либо сейчас этим заняться, да? Ну, сначала раскопать, а потом уже будет видно. Еще, слушай. Бог. Еще одно зелье. Слушай, ну, можно взять зелье, просто разменяться и поставить тройку в темп. Что думаешь? Что скажешь? Ну, вот так, по-моему, будет. Ну, тройку, конечно, хочется всегда в оружие. Хочется, ну, блин, такой темп она сейчас даст неплохой. Да, стол будет на его стороне явно. Стол наш. Крым. Просто силу героя в лицо. Ох уж эти политические темы. Лучше не стоит. Так, люторок у нас идет. С таким упором на следующий ход, что потом можно будет чем-нибудь повоевать. А там у нас приходит в руку чародейский интеллект. Огненный шар идет в этого люторуга. Сразу моментально отвечает на люторуга. Да, и вспышка огня опять в лицо, да? Нет. Элементальщика. Отлично. Здесь у нас заходят котики. Сейчас... Просто шестера. Сейчас можно жонглера, котиков. Нет, нет. Может шестер. Просто шестер. У нас очень сильно будет. Посмотри, 9-7. Один фаербол дал. О чем-то говорит, что есть шанс только через второго его забрать. Вот и все. Ну, можно там отыграть и через ледяную стилу. Пока подморозить, а там будет видно. Ну, все равно это самый сильный стал, по минимуму ресурсов кидаешь. И все вот эти вот карты, охота, чтобы они как-то все вместе закомбились. Ну, да. Согласен. Так он и делает. Достает вот это вот чудище. В ответку идет Арканолог. Арканолог достает армор. Ищет ответа, ответов нет. Чародейский интеллект достает еще одно зелье. Остается две маны. И пинг в 1-1. Пинг даже в 9-7, чтобы подсетапить ее под зелье. Да. Ну, либо под топ-дек фаербол. Вай, 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 вай. Будем ли кидать псаря на 9-6? Да. Псарь выстрел, все по лицу. Только так. 14-й рон, остается 11 хп у мага. При условии, что нету до сих пор глыбы. Глыбы нет, но выдержитесь. Это первая игра, да? Это первая игра, да. Ты уже все? Я все. Все игры смешались. Я все. Ты все? Еще как. Вот. Задумался у нас Вальдемар. Смотрим на псаря. И, скорее всего, его и разыгрывает. Вот понимаешь, посмотри на руку мага. У него нет ничего для выживаемости. Ну, секрет у него есть. Все. Баф. Два с силой героя. Один с элементальщика. Одиннадцать с чудовища. Итого 14 урона за ход. И остается в 11 хп у нас маг. Смотри, надо зачищать. А это идет зачистка через три зелия. Что ж. Маг у нас добрал лакея медива. Зачистка через три зелия. Это за пять маны тратится. И плюс кабал идет на стол. С секретом торопиться не надо. Надо что-то на столе иметь. Ну, это очень много иисусов. Ну, а что делать? На столе будет 3-3, 2-2 потом. Ты захватываешь что? Да. Ты хоть как-то нашел ответ? Причем два Петра Глифовича у тебя ушли на зелье. Ну, как бы. Почему нет? Посмотри, просто палил зельями. Ну, как я и сказал. Что-то слышь, меня прям радует. Ну что? Преграда вторая. Преграда вторая. Да. Изи. Тем более, что мы пока не можем найти ни одной глыбы. Так, стоп, 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 стоп. Летал. Девять. Два. Плюс пять. Девять. Девять. Надо, 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 надо. Джанглеры и на это. И попадать, снайперить? Надо без джанглера сыграть собак, взять и выстрел, чтобы два ХП у него было, чтобы никак, ни в коем случае не три, чтобы можно было снять потом это выстрелом. Он сейчас играет со стороны. Ох, я понял, что он хочет сделать. Просто хочет почистить то, подбафать гиенку. Ну, смотри, тут он попал. Маленько, мне кажется, ну не знаю, так же спорно опять же. Давай, допустим, вот как бы я бы сделал, два ХП бы оставил, да? Ты понял, когда было одиннадцать, собаки два, выстрел два и пять, это девять, да? Было бы два, так вот прикинем. Что вот ему надо было делать? Секреты не спасают от выстрела, правильно? Да. Сразу минус две карты. Печально, да, что он так попал? Очень печально, да? Да. Думаешь, надо было собак сначала? Не знаю, если честно, но я бы гиену не играл. Ну, как бы я не говорю, что это правильно или неправильно. И все, ему бы пришлось доставать секрет через арканолог, одевать его и оставалось бы у него четыре маны. И ты бы просто за два хода его застреливал. Ну, по факту, по сути. По факту, да. Ну, он сыграл так, как посчитал нужным, это его право полное. Он дошел до этого финала и ему решать, как тут играть. Здесь же у нас Вогдар приходит. Ну, это будет, скорее всего, спустить собак. Да. Он тоже хочет разыграть эту карту. Силу героя, опять же, надо будет играть. Котик вскрывает ледяную преграду, получает у нас слэш плюс восемь к армору и теперь он в пятнадцати жизнях, по сути, и бояться ему, как кажется, пока нечего. Да, да, да. Тем более, что глыбу он нашел, преграда у него еще одна есть. Единственное, что пока нечем особо идти противнику в лицо, но если сейчас разыграется еще лук, то тогда и слезнюк дождется своего момента и полетит без зазрения совести на стол. Да. Спустит собак, лук и все в лицо. Семь жизней остается у нас... А, восемь. Восемь жизней остается у нас у слэша, два существа на столе, у Вальдемара двадцать семь топов, против него идет слезнюк, уничтожается оружие, три армора еще приходит для слэша, также секретно восемь армора туда же, силой героя забирается один котик, собака забирается арканологом и лакеем медива забирается второй котик. У нас есть искащийся острозуб, который может бафнуть какое-то существо, какого-то зверя, но нет этого зверя. Также есть команда взять, которая может нанести потенциально пять урона, но не может это выжить, потому что зверя нет. Это по манию все ледяная глыба, чтобы точно остаться в живых и портал, потому что ну как бы призовешь существо за пять и нанесешь пять урона. Да. Очень сильно все это выглядит, очень много урона проходит за этот ход Вальдемару. Будет играться острозуб, на которого будет кидаться баф псаря. О, это летал. Команда взять будет, наверное, а куда ее уже кидать? На 4-4? Бессмысленно. Просто выстрелит. ГГ. Да, да, да. Вальдемар, ты как бы если смотришь, стучишь, я думаю, попробуй там, посмотри ход. Когда ты мог вместо, не знаю, жонглера сыграть просто собак, выстрел и команду взять по лицу, там бы два хп у противника осталось, там бы он бы не выжил в течение такого количества ходов, и тот ход был победным. Да. Все-таки. Первую карту у нас берет слэш, мы напоминаем нашим зрителям, что у нас на стриме стоит задержка в пять минут, и все то, что говорил мой напарник, он имел в виду, что после вот этой задержки он сможет поставить и не то, что люди действительно стрим-снайпят. Нет, ну не стрим-снайпят, нет. Ну, конечно. Зачтись потом посмотрят. Да, да, да. Ну и попробуйте стрим-снайпи, если получится. Да. Пять-минутная задержка это не очень-то приятно, я думаю. Скорее только запутаешься. Только в Эстонии. А вот прикинь, вот так, если пытаться действительно пяти-минутная задержка. Какой я расист, господи. Я стараюсь уже не обращать на это внимания, понимаешь? Какой я расист. Остается Вальдемар на своем охотнике. Слэш берет Джейд Друид. Джейд Друид. Так вот, прикинь, я говорю то, что стрим-снайпить с пятиминутной задержкой, это же как себя потом загонишь в том плане, что а потратил ли он уже эту карту, а скинул ли он уже эту карту, там еще что-то, еще что-то, а добрал ли он к этой карте камбу, короче. И просто у тебя в голове еще больше мыслей, вот этих вот вероятностей всех, и у тебя просто голова, наверное, разрывается. Да, просто выстрел здесь, мне кажется, такого сильного вэлью ты здесь не получишь, ну. А сразу бы решил он кинуть в темп, чтобы занять... Ну, как бы ладно. Ну да, но не вариант на самом деле не ставить его, но вообще не вариант по идее. Да. То есть, опять же, выбирая между вэлью, которую ты можешь получить, либо вэлью, которую ты уже получаешь, да? То есть, это выбирать, либо ты проносишь 2 по лицу, и у тебя на столе ничего, нет давления, ничего, да? Либо у тебя на столе просто 3-2, но ты лишаешься возможности реализовать какой-то боевой клич, очень сильный этого существа. Да. Просто выбираешь что-то, что сейчас сделает давление. У нас продолжается парад венков, замечательная рамочка появляется около аватарки слэша. Псаря и не бить, пожалуйста, не бить. Псарь, пропуск хода, спасибо. Потому что следующим ходом мы с питомца, мы сделаем жонглера, во-первых, во-вторых, сделаем питомца, что будет шанс 50% попасть в провокацию, чтобы мы попали. Потом забрали через стаю, да? Либо через питомца у нас потом достанется тот же самый лиок, и мы бафнем стаю, и будет 5-1-1 крыс. Но они не очень будут эффективны, потому что мы знаем, что друида что? Размах. Размах. Сильный дарим его, блин, он вообще один из самых классных за 4 маны в игре. Конечно, он забирает всех мелких, и плюс то большое, в которого ты кидаешь его. Ну и плюс еще в героя бьет, что немаловажно. Через гнев забирается у нас стая, размахом забирается весь стол. Хорошо, сыграл. Просто отлично. Выживает причем его элементаль, с единичкой хп, но выживает и сейчас через жанглеры. Жанглер питомится. Это прям точно. Ну то есть. И надеется, что попадешь в 3-1. Ну, там как бы 1-1 же будет не особо, это будет печально, что если не попадет. То есть ему было бы 1-1. Ну, это понятно, но все равно без него лучше, чем с ним. Что думаешь, добор трех карт или разгон сделает? Мне кажется, добор. Да? Да, три карты. На разгон у него лежит, вон, троечка, еще одна троечка пришла. Уже поздний разгон такой. Да. Ну, сейчас зато Джейда вплодить самое то. Как думаешь, сейчас через минутку заплодит одного? Да. Нет, не стал. Ну, что ж. Ну, тут очень сложный ход, и даже не знаю, что и сказать. Даже вообще. Ну, тут Вальдемар тоже не сильно много думает, а хотя задумался. Высокогрейф, да, очень хорош. С этим не поспоишь. Лучший, в своем деле. Лучший, да. Разносить... Дон твой, а ему про, да? Да. Да. Джанглер попадает в лицо, как ни странно. Да? Да, медведь и джанглер туда же еще и ходят сами. Ход передается, и слэш теперь уже начинает разгон. Добавляет плюс одну ману, делает одного Джейда первого. Размах тратится у нас в Мишу. Ну, минимизирует дамага, которые получает. Да. На самом деле. Ну, что, начать можно с Ары, в принципе. Питомца сразу кидает в бой у нас Вальдемар. Ой-ой-ой-ой. Попадает в лицо герою джанглер своим дротиком. Самоцветный Ара идет следом. За дротиком. Из него Вулканозавр. Очень сильное крутое существо. Тяжелое. Как раз у нас такое, ближе к лейду уже игра. 14 по лицу пропускает, даже 15. Отдевает оружие и остается 7 хп. Просто у Джейдруида не справляется он с таким натиском. Да, да, да. Очень сильно давит его Вальдемар. Вулканозавр, как тебе? Вулканозавр крут. Колода никчипера. В поле кидаю. Вулканозавр пришел из Ары. Серьезно? Да. Да, на любой колоде ханта охота сказать, что колода никчипера, блин, игрок столько на ханте играет, я не знаю. Столько игрок на ханте. Ну, у каждого есть своя коронная колода. Слэш выбирает смерть, сдается, и у нас счет становится 1-1. У меня контрольная колода конситва воин, когда я одеваю броню до пятого хода и потом ливаю. Называется конситвар. Конситвар. Отлично. Я запомню. Ну что ж, маг и паладин у Вальдемара, и друид и разбойник у нас у Слэша. Какие колоды выберут игроки, мы уже очень скоро увидим. А вам напомню, что счет 1-1, это уже финал. Ребята уже в денежных призах. Осталось только выяснить, кто заберет 3 четвертых этих денег, а кто останется с утешительной вот этой четвертью. И вот говоришь, говоришь, я все мимо ушей пропускаю, и у меня в голове только одна идея засела с сегодняшнего стрима. Что же это за идея? Агропаладин. Агропаладин. Не на Мурлоках, не вот эта мета, а вот что-то вот свое. Давай лучше посмотрим зеркалочку, квест-разбойник на квест-разбойник. Ребят, я думал, вы натуралы. Ну прекрати. Это не политкорректно. Ну что ж, у Вальдемара у нас... Рога в бане же, говорит Слэш. Да, Рога у Вальдемара в бане. Думаю, что это финал, можно простить, напишем сейчас Вальдемару. Мы написали им, чтобы они переигрывали, потому что... Потому что... Потому что Слэш забыл. Я решение правил. Да. Да, да, да. Не страшно. Турнир идет уже 7,5 часов, поэтому как бы... Поэтому такие вещи невозможны, в принципе. Ну что ж. Немножко за мисплеер у нас Вальдемар. Да, не топ-дек, но вон. Другую колоду. Не зашел топ-дек. Да. Как думаешь? Слэш сейчас майнгеймит и сменит Рогу. Не знаю. Но вполне может. Нет, не стал. Оставил. Да, теперь мы будем смотреть от лица Слэша. Ох-ох-ох-ох-ох-ох, какой заход. Две единички сразу. Две тройки, я думаю, убираем, потому что они не такие агрессивные. А вот Слэш меняет практически всю руку, оставляет только задание. Вангуй, что Вальдемара ставит только две единички. Что он захочет вместо троечек? Двоечки? Гидрологов? Гидролога, Мурлока, который 2-3 бафает 1-1. Ну что ж, посмотрим, что выберет сам Вальдемар. Кстати, пока у нас такие небольшие паузы. Напоминаем, что через неделю у нас следующий турнир. Регистрация уже открыта. Да, это не шутки, понимаешь? Здесь все серьезно. Следующий турнир ровно через неделю. Регистрация уже открыта. Сразу немножко приоткрою завесу тайны. В следующем месяце у нас будет как минимум 3 турнира по Хардстоуну. Так что турниры выходят все на более постоянную основу. На такие рельсы индустриальные. И мы этому очень рады. Игра начинается. Слэш разыгрывает сразу же с задания. Вальдемар отвечает Мурлоком, который меняет силу героя. От слэша оружие и удар по этому Мурлоку. Вячеслав маленько перебьет. Сейчас надо маленько аналитики добавить. Давай попробуем со стороны аналитиков прокомментировать. Какой здесь секрет сейчас нужен? Покаяние ни к чему. Там всегда все пожертвования. Либо побег на код. Побег на код. Само пожертвование, чтобы он сейчас кого-то не забрал, тоже так возможно. Да, само пожертвование. Через метку мы его, конечно же, играть не будем. Ну, смысла в этом не сильно много. Ну, кстати, смотри-ка, он хорошо оставил тройку. Он оставил его. Мурлока этого, который накидывает хп. Вот оно, чего я ждал. Что-то, что есть такое в своем колодах, и это краб. И он как раз-таки против паладина зашел ему. Ну, я так думаю... Моментально мы используем, да. А не лучше подождать какого-то более опасного мурлока? Пойдет. Пойдет? Пойдет. Ох, хорошо. 3-4 на столе. Алло. А еще его можно будет вернуть, сожрать еще этого мурлока. И этого еще мурлока сейчас заберет. И лицо заморозит. Ладно, ты уже это разогнал. А зачем лицо морозить, прости? Просто по фанчику. Ага, просто по фанчику. А аналитика, ладно, хорошо. Ну, здесь мы, наверное, раскопаем все-таки какую-то провокацию. Да, троечку по мане. Задумался у нас Вальдемар. Видимо, его этот краб... Можно через метку оружия разыграть, почему не так? Краб немножко его обескуражил. Да, с оружия захотел краба забрать. Ну и вот заморозка лица бы тут помогла, да? Да. Я же как бы не по фанчику все это говорю, а как бы хай-левел, как комменты. Хорошо, хорошо, хорошо. Я не знаю каким образом. Ну что, паромщикам забирать пирата прайдоху, либо мимикриев? Можно просто мимикриев заморозить лицо, как бы особо не потеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мурлоки будут. Мурлоков будет много. Вау, это хайлайт. Что? Это просто... Это скилл, да? Мало того, что колода... Я промолчу. Вот теперь можно будет одного краба вернуть в руку. Ты представляешь, что будет твориться сейчас с Вальдемаром, когда крабы будут один за одним выходить? Я не знаю. Черион, да? Окей, не напрягайся, спокойно. Вальдемар, крабы тебя не убьют, ты же половин. Ты же, это из Света. Так, одного хаваем. Дальше думаем. Так. Не торопится хавать. Может, на самом деле поставить... Он думал тройку-двойку сделать. Да. Второго хавает. Какова реакция сейчас будет? Он будет крабов тусовать. А стоило ли возвращать этого? Да ему дамаг не важен, понимаешь? Хорошо, ладно. Зачем? Просто это более незатратно-ресурсный ход, так скажем. То есть ему неохота сейчас их ставить, ему неохота сейчас замораживать. Ничего из этого он не хочет тратить. И по мане было бы сейчас вернуть краба. Ну что ж, а тут мурн-ниндзя. Жаль, что сквозь стелс никак это не пробить. Подготовка. Пират, я думаю, спокойно идёт сначала. Попробуем достать что-то. Байтить на краба. Слушай, так он двух уже разыграл, он может сделать квест и не жадничать просто. Да. Это вообще дела. Ну, он может их разыграть не жадничая, но при этом тогда у него не будет вот этой вот замечательной... Да всё хорошо у него. Ну хорошо, ладно. И потом ещё двойка идёт. Два. Через подготовку квест и там либо заморозка, либо пройдоха, да? Да нет. Там, скорее всего, двоечки пойдут. Провокация 5-5 нужна, чтобы остановить. Ну, хотя ни для чего провокация не нужна здесь, что я говорю такое. Ну, смотри, здесь идёт пробаф. Пробаф идёт, скорее всего, на Морлинзе, чтобы мы его не лишались. Угу. Вот. И добор. Забирать 5-5 это. Ну, у Вальдемара сейчас дела все не очень хорошо. Очень сложно ему сейчас. Такого очевидного выхода из этой ситуации нету. Он хочет сыграть с Морлока-Полководца. Ну, потому что... Побольше он хочет существ на столе. Сейчас баф, чтобы Морлинзе не умер, да? Сейчас бы монетка поягодилась бы. Чтобы динозавра разыграть. Короткий мегазавр. Да не, и так пойдёт. Сейчас бы с рывком кого-нибудь. Но, опять же, они не играют, по-моему, с рывком. Вполне такой серьёзный стол у Вальдемара получился. Ещё и вернуть в руку. Это что это вообще? Не знаю, что. Как так играть? Не, ну это неудивительно, что появляются карты возвращения. Это не летал. Летал, пропустил. Пропустил, летал. 15-16. Он выставляет пират пройдоха, выходит глазастик 21. Он меняет... Глазастика нету уже. Глазастика нету. А он когда выходил, пират пройдоха уже играл. В самом начале. Ранг 25-й комментатор. 7-7, как бы. Почему нет? Не, ну нормально. Фух, что с этим делать? Вообще непонятно. Ну это просто... Это настолько круто зашла Мимикрия, что тут тяжело уже как-то перевернуть игру. Шансов на это было... Ну это не два, не две подготовки было, конечно, с Мимикрией. Да. Две подготовки тогда это были топовые. Представляешь, сейчас веселуху, если сейчас ещё возвращение придёт к Мурлоку. Ну, боже, Краба. Да, да. Нет. Это Морозочка. Ать! Не в этот раз... Ложись! И очень много урона впитывает он на себя. Целых 22. Как бы это ни было... Нет, это не 22, а 17, да, получается так? Угу. Ну 17 урона, подумаешь, впитали, да, неплохой-то он такой. За 6 ванн. Да, но только 15 ещё в лицо проходит после этого. Ты просто ещё трущоба следом ставить. Могу смотреть на это. Трущоб, кстати, и минус. В минус ушёл, да? Сколько у него хп там? 6, по-моему, изначально. А я не знаю. Но мы сейчас уже это не посмотрим. Нет, 6 у него хп. Ну что ж. Это 2-1. Слэш выбирается... А слэш что-то переводится с английского? Слэш? Что-то типа... Я вот знаю сплэш. Слэш тоже есть какое-то слово такое. Не ко мне. Я немецкий учил в школе. Ну что, друид против паладина? Джей друид против того же паладина несчастного. Да. К паладины вообще что-то не заходят. Сейчас 2 колоды... Ну что, оставил он неистовство, чтобы, я думаю, забрать какого-то мурлока сильного. Да. Через себя. Ну и оставил идола на первый дроп, чтобы сразу начать бафать големов. И... Ну тут видно, да, как бы ход нефитовый идол, через монетку нефитовый цветок, да. 1-1, 2-2, плюс ты делаешь разгон. Возможно, задание какое-то еще придет. Плюс ты делаешь разгон, да. То есть, ну, все хорошо. Играет он все-таки, смотри, с рывком. Я говорил. Я думаю, что он играет. Ну они должны были быть там. Потому что они очень... Более агрессивная версия такая. Кто-то не играет, по-моему, нормальных. Вот это я уж не скажу. Слушай, и вообще вспомнишь, и придут они. Но здесь просто сила героя. Да, сила героя, пропуск хода. Монетка, цветок. Нет. Либо сила героя забрать. Ему нечем играть просто. Не жадничать, да, сейчас? Да, да. То, что из-за отсутствия вариаций дальнейших, что делать на четвертом ходу, потом без монетки, заставила его все-таки на один ход помедлить с разгоном. Вот. У меня уже все слова в голове путаются. Фу. Не мудайно. Да, столько много языком я не чесал. Никогда в своей жизни. Спокойный цветочек сейчас. Размен с 1-1, да, чтобы меньше было целей для бафа от... Как там, подожди? Кроткого мегазавра. Да. Кроткий мегазавр. Все именно так. И... Сейчас ход у нас у Вальдемара. У него есть два мурока с рывком. Есть вот этот самый кроткий мегазавр. Он зашел, по-моему, только что. Да, это топ-дек. Сразу же он его разыгрывает и плохие. Слушай, можно с неистовства забрать его. 2-2 этот. Можно, но... Выбирает он в лицо два раза сходить. Ну что ж. Дух. Дух, дар природы, звериное неистовство. Можно с неистовства забрать 5-4. Неистовства забираешь 5-4. Ты представляешь, что будет, когда он накинет печать? Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что будет от этого мурлока? Мурлок, который 1-3 изначально, да? Он сейчас его заберет. Красавчик. Ну что ж. Если печать накинуть на вот этого мегазавра, он тоже не так мало внесет урона. Да я думаю, он поставит просто спокойно в темп Мурлинзе. Подождется всем этим. Потому что Мурлинзе на 5-й раньше, до этого обновления, это была бомба. Я играл на пиротвойне, на водяном пиротвойне. Ну ты мне рассказывал, это я помню. Водяной пиротвойн, который вот там уже без четверок, который по лицу кидает 4 либо 6. Вот, и вот разбавленный 5-ю мурлоками на этой основе. Там Мурлинзе, вот эти же мурлоки с рывком. Да, водяные и полководцы. Представляешь, я там разносил неплохо так. Ну что ж. Помимо того рака, который у меня был, блин, снаружи, вот этих я еще и был, давал этот канцер на Смурлинзе. Слэш у нас успевает в чатике отписываться на Твиче. Обещает пойти в покер вечером играть. Отлично, с такой удачей это стоит делать просто регулярно. Зашел катку в КС, если там все нормально. Вечером, да? Ты имел в виду завтра? Ха, ха, ха. Ладно. Ну понимаешь, он может в западной части нашей страны быть, а может даже не с нашей страны. Нет, у нас просто без 20 минут завтра уже как бы пойду. Ну это у нас, а у него-то. Он же за себя говорил, что ты уж на свой счет-то принимаешь. Да ладно, что ты, я же дай напомнить опять же, как мы долго здесь тусуемся. А, ну тебе нажалось подавить? Как тебе темпа Гоблин 1? Темпа Гоблина, разумеем, 2-1, 5-1 и 2-3 идет по лицу. Темпа Гоблина. Одного можно было бы отдать. Темпа Гоблина. Я за темпа Гоблина. Темпа Гоблина в президенты, пожалуйста. А больше играть-то по сути нечего. Он уже просто стоит и ждет. Нет, я их оставлю. Они мне будут крутить мою колоду. Ну, почему нет? Добирает у нас он 3 карты. С одного дара природа берет другой. Также нефритовое чудище и гнев. Смотри, сколько карт у него. 8. Если сейчас он выставит все на стол и потом за 3 маны заюзает доблесть или как это называется? Печать королей. Нет, первая, первая. За 3 маны я тебе именю добор. А, да, да, да. Божественная милость. Если он сейчас это заюзает. Ух, то он сколько карт доберет? 4. Он доберет 4 карты. Да. Это очень круто. Но, может он и не торопится с этим добором? С морками не повезло. Видишь, мор нельзя ударил, ни один полководец не вышел. Ну, почему не повезло? Один разгон можно делать, одну силу героя, ну, либо так. Ну, полководец. Ну, полководец. Нет, да, таки сейчас моментальное вылью хочется сделать. А почему не стал один полководец забивать? Даже не 4, а 5. Возможно, стоило. Второй баф, баф на таунт. А вот он полководец. А вот он полководец, да. И тарим. Все очень круто. Надо провокацию делать. Нет. Шок, гнев. Гнев что нам дает? Мы забираем одного Мурнинзю. Окей. Остается 5 маны. Мы хотим через нефейтовый цветок поставить джейда и разгон. Ну, и, видимо, буйный рост. Максимальный разгон делает? Нет, не буйный рост, он прожимает силу героя и бьет в 1-3. Сейчас же у нас либо тарим, либо... Нет, тарим здесь, по-моему, не идет, мне кажется. Значит, Мурлок-полководец. Мурлок-полководец максимальное даст какое-то... Вэлью, он заберется через 2-2, вот это вот, который стоит, да, он станет 4-3, он заберется в 4-4 и накинет на кого-то одну печать, потому что, ну, почему нет? И такое, таким огромным дамагом пойдет по лицу. Да. Все так, слишком много урона сейчас у Вальдемара. И 16 по лицу он пронесет, а то будет 12 хп у друидов, станет, если он по такому сценарию разыграет, который я себе придумал уже здесь. На следующий ход у Вальдемара все будет не очень. 12 хп у слэша. Это понятно. Ну, ты смотри, на следующем ходу у нас вот этот вот дракончик замечательный выходит и чистит практически весь стол. Ничего он не чистит. Ну, теперь да. Ладно, хорошо, я забыл, что там плюс хп. Окей. Я уже тоже... Да, просто все сказал, ну, как. Все, все, все. 12 хп. Ох, вот это вот. Изи пизи? Да. Жестко. Просто жестко. Смотри на это существо за одну ману, как тебе? Звейное неистовство. Четыре атаки, забирает он полководца. Ну, он еще не знает, что там идет арим. Ну, хотя подожди. Идет чудище с провокацией, которая превентит, ну, как минимум. Да нет, там идет баф на 2-3, через метку идет добор, идет сила героя и все по лицу. Это как раз 9 урона. Ой, максимально хочет просто разнести уже его. Просто посмотри на этого растущего мурлока. У него глаза аж выпучились от того, насколько он крутой стал. Бам. Все. Вальдемар забирает вторую, и у нас это 2-2, если я не ошибаюсь. Я же ничего не понял. Должно быть 2-2. Да, 2-2, и это будет решающая карта. Ну, по-моему, у нас все турниры всегда, все финалы идут 3-2. Да, это здорово, это очень круто, что нету финалов в одну калитку. Остался у нас друид у Слэша и у Вальдемара это маг. Ну, что ж, пожелаем игрокам удачи и будем смотреть, кто же сможет победить в этом противостоянии. Оставляем цветок. Ищем более раннюю игру, нежели чем шестерка. Ну, это не мудрый, но... Ищем разгон за 2, ищем аукциониста, какой-то притараннее такое MLG сделать. Ох, 2 портала заходят в Альдемару, а здесь буйный рост приходит. Просто 3 из 4 карты фаворит в этой игре Слэша это разгон. Фаворит в этой игре, ну, как пока выглядит, очень сильно Слэш. Да, у него очень хорошая карта для начала, пришли он очень быстро разгонится. Два разгона, набор. Да-да-да, у него все хорошо. Потом в разгон пойдет Джейдов. Не, не сказать, что у Вальдемара все плохо, но у Слэша все очень хорошо и как бы... Ой-ой-ой, от листа еще 2-го хода, и 1-го, и 2-го, представляешь? Да. Когда у них столько много карты появилось. Монозмей на 1-й, на 2-й, там столько ходов, да. Арканологи. Арканологи, девочки. Да, да. Ну, что поделать. И вот Азарение достает. Куяр-кабал у нас идет от Вальдемара, там у нас вариант между зельем заморозки, колодцем света и вытягиванием души. Вытягиванием души, однозначно. Да, вытягиванием души, подхилить, уничтожить. Все здорово. Все как надо, единственное, что дороговато, но что поделать. Дор природы, добираем 3 карты. Да. У нас закончились ресурсы. С Маллигана пришел у нас в размах и добрали мы дракона, нефаитого духа и буйный рост. Еще один разгон очередной. Ну что ж. Слэша, по-моему, не остановить в этой игре. ГЛХФ. Ну, подожди, подожди. ГЛХФ, удачи. Ну да. Удачи, веселья. Ну, это БМ какой-то уже от тебя пошел. Чем ответит сейчас Вальдемар? Ему пришел у нас лакей Медива. Который без активации. Пинг и лакей Медива просто без активации, либо поставить, не знаю, Таунас. Нет, вообще просто решают сэкономить все ресурсы. Да, нефаитовый дух, следом нефаитовый идол, скорее всего, пойдет и разгон, да? Да, ну можно без разгона. Разгон, на самом деле, уже не нужно. Разгон нужно доставить до добора. Для добора, для нолика, для акциониста. Через гнев забрать. 2-2, даже без здорового карта. Чистится стол, 3 существа на столе у тебя, у противника сейчас заходит арканолог. Как мне нравится этот баг? А, мне нравится этот баг, когда после гнева остается вот такая... Ну, красиво. Вал вам надо... Ой, Вал вам, господи. Близзардом надо уже скоро ввести. Валя. Знаешь, как покупка скинов на героев, да? Там вот и скина есть, чтобы какие-то такие штучки летали рядом тоже за отдельную цену. Плюшечка-шапочка. Моментально не думаю. Аукционист? Буйный рост или озарение? Нет, озарение. Нефритовый идол, отлично. Чешуя хорошо. Паф, это ложе. Ну что, замешает? Буйный рост все-таки пошел. Замешает или поставит на стол? Думаю, надо замешивать. А он же первого ставил, уже ему надо замешивать. Иначе как бы терять такую карту не очень хочется. Угу. Вообще не стал пока играть. Интересно. Надо будет у него спросить потом, почему вот такой ход сделал. Мне просто любопытно, я не понимаю. Может, я не такой опытный? Ну, все возможно. Нет, чем-то он это аргументировал, это его как бы ход. Нет, я не осуждаю, ты не понял. Нет, я к тому, что у него есть какая-то логика, и если тебе хочется ее узнать, как бы это здорово. У него есть какой-то план, и он его придерживался. Да. Через монетку у нас будет играться портал, забирается гоблин. Сейчас еще 7-8 там какой-нибудь будет. И это 4-5. Сильно. Неплохо. Лучше половины. Что может быть? Так, чем тут отвечаем? Ну что, гнева. Забор карт взять. Гнев на единичку? Да. Очевидно, прям. Единичка тут не фейтовый дух. Размахом. Ой-ой-ой. Не жалко размах? Да нет. Ну что ж, и не фейтовый дух дальше. Во-первых, их два, во-вторых, это маг. Ну, да. Ну что ж. При том условии, что почистили стол, еще и смогли пронести 7 урона в лицо, что очень здорово. При том, что еще усилили стол. Стол сейчас очень круто смотрится у Слэша, и как это обходить, пока не особо понятно. У Альдемара потихоньку тает жизни. Ну, конечно, у него висит одна глыба, второй пока в руке у него нет. Что делать, как выживать, пока не особо понятно. У Слэша 27 жизни, 5 армора, и Петроглиф идет от Вальдемара. Здесь есть волна, которую он, наверное, возьмет. Да, и сразу же играть. Единственное объяснение, которое я вижу, почему он не использовал нефейтовый айдол, это то, что он его использует моментально на джейда, когда он зачистит ствол какой-то уешкой. А может под фендраула держит? Из разряда 1 я уже потратил, 2 я хочу под фендраулом, я хочу выставить сразу и джейда, и хочу замешать. Лучше ли это, чем взять карту через аукциониста и также замешать? Ну, тут видишь уже. Кому как лучше. Надо спросить у него. Да, да, да. Ну что ж, вроде только что Вальдемар почистил полностью стол, а здесь уже опять на него смотрят третушки, которые в сумме имеют 14 урона. Метеорит падает на них, забирает одну, коцает двух, локей Медива забирает еще одного. Это как коцает? Коцает. Да. Как он так быстро загнался? У него только что было всего лишь на 4, спустя 2 хода у него уже на 7. С потенциальным на 8. С потенциальным на следующий ход на 9. Ну, я, если честно, видел просто, как он все жестко делал, и у меня даже не возникло вопросов, почему так происходит. Просто мне кажется, что всегда так должно. Если ты садишься играть на джейд друида, то у тебя всегда вот так происходит. Эти тупдеки. Ему тупдекнула сначала киса, потом ему тупдекнул бегемот, сейчас ему тупдекнула ая. Ну что ж. Интеллект чародея у нас возрагает вальдемара в надежде найти еще одну глыбу или просто какие-нибудь хотя бы ответы. Ничего у него нету сейчас. Вытягивание души. Вытягивание души, да, хорошо. Ты забираешь 7-7. Но на столе уже 8 урона лежит, и если ты одного из них заберешь, то там еще 8 пойдет вместо 5. Это сложно, ты говоришь, давай пока будем. Я уже не воспринимаю, если то-то, то-то. Просто смотри на Верочку, спокойненько ничего не будет разыгрывать, броню уденет. У него знаешь, в чем печальные новости? У друида. В чем? У него нету большого количества брони. Ну, то есть, если приходит Алекстраза, снимает свой ДХП. То, к тому же поинтереснее будет, вот что я хочу сказать. Ой, топдек. Топдек. Превращение. Ну, это на Айу, конечно же. Силой героя можно забрать чудище нефритовое. Остается у нас после этого всего 4 маны. Да, да. 4 маны остается. Что мы будем делать с 4 манами? Накинем ледяную преграду. Да. Ну, фаерболт не хочет тратить на 1.5. Да. Проверяет овцой, что за секрет. Мало ли, может там что-то такое неожиданно невообразимое пришло. Пускает овцу на разведку. Да. Тут же у нас пошел дракон в темп. И все в лицо. Вальдемару приходит у нас лакей. Лакей может добрать у нас с малиновой элементали. Либо через фаербол и лакея забрать дракона 4.8. Такой вариант ли есть. Либо кинуть портал в дракона и лакея добрать дракона. Это выглядит более эффективно, потому что элементально на своем ходу наносит всего лишь один урон. И нет смысла на него тратить такие количества ресурсов. Такое. Все верно. Похоже, что через портал он и будет играть. Посмотрим, что нам портал принес. Портал нам принес 4.4 существо. Такое очередное средненькое существо, которое не приносит такого вау-эффекта, но и не расстраивает. Вот он, кстати, пришел у нас в фендрал. Под фендралом можно сразу разыграть и звериное неистовство, и нефритового идола. Как бы все здорово. Сразу пошел идол. 8.8 на стол. Три штуки замешиваются в колоды. Звериное неистовство. Это плюс 8 армора. 4 катаки. Будет добирать 4.4. Да, лицом забирает 4.4. На один в лицо пойдет. Тут без каких-то особых вопросов. Стол сильный. Нефритовых идолов замешал. Размах в руке есть, если что. Все отлично. Не отлично, но шансы есть. Неплохие, я бы сказал, как минимум. Тем временем в Альдемару у нас пришел монозмей стопдека, который не дает ему, по сути, ничего. Есть волна, которой он может почистить у нас. Монозмея, волна, фростболт 8.4. Добор фендрала через мидива. Через локея, да. Из разряда хилимся, живем. Вот так даже. I don't give a fuck about 8 damage. А почему он так сделал? Не знаю. Интересно. Такого хода я не ожидал. Что ж. Броня. Да. 19 армора. Забирает он монозмея через размах. И топит по лицу. На 8. Ну вот смотри. На 9. Вот сейчас, по факту, у слэша есть сильное существо. Нет. Уже не сильное. Такое количество хп забирается оно. Если бы оно было бы 4.8, было бы сильнее, по мне. Опять же, то есть он любое существо, которое бы не было, забирает. Вот если бы слэш знал, что у Вальдемара нету до сих пор ледяной глыбы, игра бы уже закончилась. А так, ничего не понятно. Он, честно, сказал, это не трудно было ошибиться, потому что у него нет глыбы. Не знаю. Он сейчас его не доберет никак. Да. Смотри. Просто пушка будет просто бам-бам. Бам-бам. Смотри, руку просто у мага. Два фаербола и огненная глыба. Просто изи 22 урона. Ну, плюс еще подспел дамагом под талласом. Для друида это тоже все изи, потому что у него 45 хп. То есть, пока не опасно, скажем так. Есть возможность подоставать. Девяточка у нас пришла. Джейдиков. Нету вариантов, что ты как-то будешь еще замешивать. Это слишком жадно и глупо. Забирается у нас лицом Тауна, скорее всего, что дает шанс Вальдемару найти глыбу вторую. Глыбу не находит. И стоп-дека тоже не находит. Курьер Кабала и ледяная стрела. С Кабалом мы хотим овечку опять. Возможно. Нет у нас овечки. Ох. Но есть заразительное безумие. Ой, нет, 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 нет. Есть порог и есть клеомантка. Велен очень здорово смотрится. Велентин. Порог Велентин. Юдашкин. Велентин Юдашкин. Посмотри, как он одет. Ну да. Явно Юдашкин. Парень из мира моды. Ты же прям так разглядываешь. Ну что ж. Да у него за спиной просто это иллюминать. Ну есть треугольник. Вижу. За всем есть заговор. Ну что ж. Ладно. Ну это очевидный был выбор. Сейчас снова играть не будет, конечно же. Он заберет вот эту большую тварь. Как ее еще назвать? Смотри, сколько у него жизней. Какое-то страшное за одну ману существо. 9-9 за одну ману. Б баланс. Да. Следующий ход играется Велен и фростбол по лицу. Опа. Топ декич. Нормально. Смотри. По одному хп так долго мы будем забивать. Смотри, выставим. 7-7. И по лицу накинем 6. По лицу это будет 13 урона. И пришла у нас глыба. Теперь чувствует себя Вальдемар в безопасности. Да, он и так был нормальный. Если бы не этот нолик. А, просто иллюминат. Полетели. Здравствуй, Велен. Здравствуйте, ледяная стрела. А, мои глаза. Теперь даже лицом нельзя вот это... Это огненное на 20, да? Покажи мне это, пожалуйста. Я хочу... Можно заскринить? Скрини, я не знаю. Под Веленом глыбу бы сейчас... Не буду я это скринить. Я уже хотел взяться, потом подумал, что что-то ты меня разводишь. Ну все, ГГ. Вальдемар выигрывает этот турнир. Наши пророки из чата ошиблись. Как минимум, вот, господин с ником. Господин Никто. Никто 52. Я такой кинчих вчера смотрел, господин Никто. Ладно. Вальдемара поздравляем с чемпионством. Поздравляем с... Красиво. Да. Поздравляем с вице-чемпионством. По поводу выплат скажу сразу, что... Вы их не получите. Ну вот ты так говоришь, потом люди поверят и подумают, что это вообще все разводишь. Что ты? Выплаты будут сделаны следующим образом. Ближайшие дни, скорее всего, завтра, но не факт. Ближайшие дни с вами свяжется наш администратор по ссылке в ВК у вас в профиле на сайте. Так что обратите внимание, чтобы она у вас была, потому что иногда бывают такие случаи, когда мы просто ищем людей, которые у нас выиграли деньги и не можем их найти. Вот. Узнает, куда вам переводить ваш выигрыш. И по регламенту мы обязаны в течение 30 дней сделать полностью все выплаты. Обычно это происходит в течение недели. Думаю, и в этот раз у нас в течение недели мы вам все ваши деньги честно заслужены, честно заработаны. И трудом, потом, топдеками, хорошим скиллом, не знаю, вашим временем. 8 часов длился турнир, и это самое большое длительный турнир, который был. Да, вот. Подписывайтесь на наши ресурсы, смотрите наши трансляции. Мы рады для вас работать. С вами весь день был я, Вячеслав Сиротин. И я, Вячеслав Сиротин. И Дмитрий Вершинин. Да. До скорых встреч. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok